Эти мулы не осудили изнасилование парня бутылкой. Как они посмеют осудить действия Кадырова по похищению? Томсо, брат, почему в Крыму прессуют крымских татар? Крымские татары это второй, наверное, народ такой в России, который сегодня тоже целенаправленно по национальному признаку преследуется. Действительно, этих наших братьев и сестер их сегодня постигают очень серьезные испытания. Я не сильно, конечно, слежу за ситуацией в Крыму, но я постоянно вижу эту информацию, какие-то интервью запытанных людей, какие-то статьи из СМИ, что целой группе людей сейчас дали огромные сроки просто за какие-то брошюры, что они якобы в этой организации Хизбут Тахрир являются ее членами. Я скажу, у меня негативное, конечно, отношение к этой организации. Я далеко являюсь не сторонником, а наоборот, противником этой организации. Но надо понимать, что за это сажать в тюрьмы на огромные сроки, ну, это просто перебор страшный. Тем более, Крым, он, будучи недавно частью Украины, он и сейчас является официальной, конечно, частью Украины, но де-факто он сейчас в руках России, и вот до вот этой аннексии российской, эти люди, члены этой организации Хизбут Тахрир, они свободно как бы вели свою деятельность, потому что это не преследуется украинским законодательством. Как только туда пришла Россия, все, они стали незаконно, они стали экстремистами, но люди-то там живут, они не перестали иметь эти убеждения и их начали преследовать. Преследовать, сажать, их просто там тупо сейчас десятками сажают, забирают, пытают, происходят какие-то ужасные вещи. И можно сказать, что это именно такое целенаправленное преследование по нацпризнаку наших братьев и сестер, крымских татар. Да, облегчит Аллах положение и крымских татар, и всех мусульман в этом мире. Что делали с твоими родственниками, которых отпустили, с ними все в порядке? Ну, у меня нет с ними связи, из того, что там через 3-4-3 руки я узнал. Вроде как с ними все в порядке. Говорят, у них отобрали паспорта, видимо, чтобы они не уехали, по всей видимости, они переживают, что эти люди могут сбежать. У некоторых забрали телефоны, то есть не вернули телефоны. И потребовали от них, видишь, чтобы они там что-то где-то, они собрались, что-то, видимо, начали в отношении меня записывать какие-то ролики. Я не знаю, чего там ожидать. Мне сейчас волнует не столько это, волнует судьба тех родственников, которые остаются у них в заложниках. Вот где сейчас основная проблема. То, что они там будут делать дальше, проклинать меня, записывать ролики, это все ерунда. Что с теми, кто в заложниках? Мне кажется, те, кто посоветовал ему совершить этот теракт по отношению к вашим родственникам, теперь не знают, как выйти из гамбитов, которые сами попали. Я, честно говоря, смотрел, слушал его ответ и видел, что он абсолютно не, но никак не стесняется этого, не переживает в этом поводу. Люди, которые потеряли вообще связь с реальностью, с какими-то ценностями чеченскими. Уже как бы и вот этой вот чеченскости, о которой вы постоянно говорите, нохчалла, даже вот этого у вас нет. Просто элементарно из соображений этой чеченскости, этой идентичности, вы должны были брезговать подобными вещами. Посягательством на женщин, на родственников там со стороны жены, родственников со стороны матери. Вы должны были брезговать, хотя бы делать вид, что вы следуете вот этим ценностям. Даже этого вы не делаете. Как вы собираетесь сейчас людям говорить про какие-то ценности, про то, что вы чеченцы, что вы пытаетесь наши традиции, обычаи сохранить. Как вы будете это людям объяснять? Люди не дураки, не фраера, они-то видят это все. Они видят нас, наше отношение к вашим родственникам. Наши речи, как мы разговариваем в отношении ваших родственников, ваших матерей, ваших отцов. Никогда не посягаем на их честь. Никогда. Даже когда вы называете нас незаконно рожденными, что автоматом является оскорблением в адрес наших матерей. Я, по крайней мере, никогда вам не отвечал тем самым, тем же самым. Не говорил, нет, это вы незаконно рождены. Никогда не говорил. Никогда не говорил ничего плохого про ваших матерей. Да, я про ваших отцов, про некоторых из ваших отцов говорил и буду говорить. По вашему же признанию, потому что они являются НКВДшниками, как, например, говорил Руслан Алханов. Кадыров его спалил, сказал, что его отцы были НКВДшниками. Да, мы будем говорить о них плохо. Да, про отца Кадырова. Да, мы будем говорить плохо. Потому что это конкретно люди, которые совершили преступления, акты предательства в отношении нашего народа, нашего государства, нашей религии. Конечно, мы будем их упоминать. Но обвинять их в каких-то вещах, к чему они непричастны или у нас нет доказательств тому, что они причастны, как, например, к нетрадиционной какой-нибудь ориентации или того, что матеря были нецеломудренны и так далее. Нет, очень сильно берегу свой язык от подобного. Даже в порыве гнева ни разу еще ничего подобного не сказал в отношении ваших матерей. Хотя вы себе это постоянно позволяете. Тумсотый кремень, далеко не каждый вывезет такой прессе. Спасибо, конечно, но сейчас, наверное, кремень это не... Сейчас нужно думать о тех людях, которые находятся у них в руках. Они ни в чем не повинны, не несущие ни за что ответственности. И вот их сейчас прессуют. Вот это прессинг. Я-то хоть как-то к чему-то готов, вышел на какой-то путь. У меня есть какие-то риски, которые я заранее оцениваю. А у этих людей нет ничего подобного. Они застали их врасплох. Никто ничего не ожидал, никаких проблем. Тем более родственники моей жены, они уж точно не ожидали вообще никаких проблем. Сейчас их, к сожалению, постигло это испытание, да, укрепит их Всевышний Аллах. Мне кажется, что похищение и пытки беззащитных людей, это далеко для них не новое дело, но был какой-то сдерживающий фактор. Может, это связано с назначением своего на должность министра СПЧ по Чечне. Похищение людей, пытки людей, ни в чем не повинных людей, конечно, это вообще не новое. Это, наоборот, является таким олицетворением пути Ахмата Кадырова. Мы понимаем, что они всегда это делали. И, по сути, на этом вообще зиждится, да, построена вся политика, проводимая сегодня в Чечне. Но вот это вот возлагание ответственности именно за действие кого-то на родственников со стороны жены и со стороны матери, вот это новое. Я не помню ничего подобного до вот этих случаев. Да, там я мою, эту же сестру моей жены, допустим, и мать моей жены, их уже раз похищали, это было, задерживали, да, когда я только уехал в 2015 году. Но там было как бы объяснение, да, они приехали в квартиру, в нашу квартиру, так как мы были не на связи, видимо, проверить, в чем дело, что с их дочерью. А эта квартира на тот момент послась Дашаевым отделом полиции в МВД по городу Грозный. Они, естественно, их, значит, задержали, вы типа кто, отвезли там до, по-моему, глубокой ночи их продержали и отпустили. Такой момент уже был. Но их тогда, их задерживали, не возлагая на них ответственность за действие их зятя, и такого не было. Их тогда задержали для проверки, да, конечно, неприятные разговоры, оскорбления, все это было, понятно, но возлагания ответственности не было. Сейчас произошло это. Конечно, я не скажу, что с родственниками матери такого не происходило. Эту черту они уже переступили ранее, в 2018 году и в 2019 году они тогда тоже похищали моих дядей со стороны матери. Но на женщин еще не было такого возлагания ответственности за меня, на женщин из числа родственников по отцовской линии, по материнской линии, тем более по линии жены. Такого еще не было. Это уже перебор, конечно. Томсо задает этот вопрос кадыровским мулам, которые поехали в хадж. Осудят ли они эти преступления, похищения женщин, да, и всех других? Эти мулы не осудили изнасилование парня бутылкой. Как они посмеют осудить действия кадырова по похищению родственников? Конечно же, они это не осудят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok